Всем привет! На улице уже весна. Я не знаю, как на Камчатке, в Хабаровском крае, в Екатеринбурге и Новосибирске, но в Москве и Петербурге уже солнечные дни наступили, остатки снега стаивают, и мне навевает это все. Знаете что? Будем готовить вот какую историю. Значит, сегодня быстрый завтрак, витаминный коктейль, суперфуд смузи. В общем, все, что связано с такими понятиями, как пора уже к весне, зимние продукты заканчиваются, летние еще не начались, поэтому сейчас самое нестабильное время, когда нужно свой организм поддержать чем-то полезным, но и самое главное вкусным. Да, и красивым. Спонсор сегодняшнего выпуска, мой любимый спонсор. Почему мой любимый спонсор? Да потому что не нужно прилагать усилий для того, чтобы рекламировать Аквафор. Если вы хотите просто упрощенный вариант, можно взять, купите вот такой вот графин, который называется Прованс. Здесь один фильтр, счетчик. В общем, фильтруете, наливаете. В вашем доме есть всегда чистая вода. Но если вы хотите прям заморочиться и поставить вот такой вот кранчик себе с фильтрами под раковиной, то можно и такой вариант. У меня такой и такой есть. Поэтому, в общем, я вообще не испытываю никаких проблем с чистой водой. Внизу ссылка в описании, где вы можете зайти, посмотреть варианты. Ну вот мало ли, вот вы сегодня увидели этот ролик, надумали купить. Это никогда не помешает вам в вашем доме, в вашей жизни, на вашей кухне. У меня блендер есть. Быстрый, высокоскоростной. Что я буду использовать сегодня для простого витаминного коктейля? Если вы не используете банан, значит, скорее всего, ваш коктейль чуть-чуть постоит и отсечется, да, твердо от воды. Для того, чтобы это не происходило, обязательно используйте банан. В зависимости от того, насколько вы хотите иметь сладкий смузи или коктейль, то добавляете, может быть, и даже два банана. Только учтите, что он будет густой. Также в различных смузи густоту еще добиваются с помощью льда. Кладут много льда, наливают немного воды и замороженные фрукты, например, и зелень. Взбивают и лед при разрушении. Количество холода достаточно для того, чтобы там небольшое количество воды заморозить. А так как винт все-таки не дает превратиться в ледышку, то все вместе это превращается в густой смузи, что-то а-ля мороженое, ну вот вроде того. В моем случае я не буду использовать лед, я буду использовать банан для связи. Помимо банана у меня еще есть яблоко. Повсюду, на телеке, все блогеры, во всех рецептах почему-то везде используется яблоко Грэнни Смит. Я не знаю почему, я взял ни Грэнни Смит, я взял какое-то другое, типа там, я не помню, как-то голд, не голден, но какая-то, какой-то, какой-то сорт сладкий. Я, например, люблю сладкие по утрам смузи и завтраки, поэтому яблоки выбираю сладкие. Можно сделать вообще не сладкий смузи, использовать, например, сельдерей, можно использовать кислое яблоко. Я не помню, что это такое, Дуся, я яблоко чищу. Это вообще не собачье еда, я понимаю, когда мясо варится у меня и бульон, но когда я яблоко чищу, Дуся, ты что, за здоровый образ жизни или что, тебе витаминов не хватает весной? Далее все по плану. Обрезаем яблоко так, чтобы семенная часть осталась в серединке. Ну, здесь, в общем, вот в этой серединке как раз все семечки. Ее можно отдать детям погрызть, можно самому обгрызть съедобные части, но я сейчас этим заниматься не буду. Ну, пока у нас есть время для того, чтобы успеть до того момента, как яблоко окислиться, нужно действовать. Ну, и обязательно лимон. Тут по вашему, так сказать, настроению можно добавлять побольше, поменьше, можно даже в процессе. Мне лично слово смузи не нравится. Я не знаю, как-то оно звучит странно такое. Смузи, как будто какой-то диетолог, девочка, американка, которая держит себя в форме. Видно, что она вот-вот потолстеет, но она пропагандирует здоровое питание. И так она такая сметанная, но вроде еще в форме. Вот, у меня вот с этим ассоциация прямая. У нас в России все просто, не нужно себя держать в жестких рамках. Дуся, может, кто-то заберет Дусю, погладит ее, приголубит. Лимонный сок обязательно для баланса кислоты и для того, чтобы он не так быстро окислялся в железо, содержащееся во всех прекрасных фруктах. Далее мы должны сделать цвет. Ну, потому что, если мы просто пробьем бананы с яблоком, будет цвет такой, знаете, серовато-серо-буромалиновый. Можно добавлять шпинат. Я сегодня шпината не нашел. Ну, то есть, надо было куда-то далеко ехать за ним, потому что около моего дома магазины дешевые, и в них часто бывает шпинат. Но вот в этот раз не было шпината, а куда-то ехать в другие дешевые магазины я не решился. У меня салат корн. Он, знаете, без всякой тяне смущения могу сказать, что салат корн очень часто используется в ресторанах для подкрашивания пюре. То есть, берут, например, сливки и пробивают вместе с салатом корн в блендере. Получается мягкая, такая нежная зеленая жишка, которую добавляют потом в пюре из сельдерея, в пюре из картофеля. Но в морковную не добавляют, потому что она и так красивая сама по себе. Так вот, используйте любые мягкие салаты. Единственное, что нужно всегда, если вдруг вы сомневаетесь, обязательно возьмите, попробуйте его. Корн имеет совершенно нейтральный вкус. Какие-то витамины, конечно же, что тут скрывать. Шпинат тоже безвкусный, но, вы знаете, бывает, импортный шпинат попадается, он иногда горчит. Вот, чтобы этого не происходило. И так как у нас много твердых ингредиентов, мы знаем, что нужно добавить чистой воды. Я не даю здесь никаких рекомендаций с точки зрения веса яблока, банана, воды. У меня здесь получается две чашки, это примерно около 500 граммов. Но тут же еще объем фруктов, поэтому я думаю, что здесь, наверное, миллилитров 300. Здесь все надо вот на свой вкус. Вы знаете, по своему ощущению. Класс! Смотрите, какой шикарный зеленый цвет получился. Аромат яблока... Sorry, вот так. Аромат яблока и банана. Пахнет великолепно. Цвет отличный. Не пришлось долго взбивать. И самое главное, знаете, когда вы хотите добиться цвета с помощью каких-либо трав, например, петрушка, укроп, кинза, зеленый базилик или еще подобного рода, вы получаете дополнительный вкус. А используя шпинат или корм, или, например, татцой, или, например, по-моему, митсуна еще, да, имеет такой нейтральный вкус. Используя салатную зелень с нейтральным вкусом, вы можете выбрать основу вкуса, а дальше закрасить и сделать этот коктейль или смузи, если вам нравится, вот таким красивым, зеленым, шикарным и весенним. Банан прекрасно удерживает по всему периметру. Блин, цвет какой классный. Ну, я могу сказать, что это, наверное, один из самых вкусных, которые я когда-либо пробовал. К банану не привяжешься, к яблоку тоже. Лимонного сока я, может быть, добавил бы чуть-чуть более, но при всем этом сладость яблока и банана вот на этот объем, да, сколько у меня получилось тут? Около литра получилось у меня здесь. Да тихо ты, старушка Дуся, слепая уже, 15 лет как-никак. Вот у нее что-то раз там моча в правое полушарие, и она там лает куда-то. Наконец-то весна наступила. Здоровья вам, дорогие друзья. Апрель уже, скоро вот май, и все расцветет, и мы окунемся в тепло и в солнечные лучи. Ну, кто-то на югах-то живет, они уже там пребывают, в солнечных лучах. А нам здесь еще немножко нужно подождать. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok